Дежурные группы открыты почти в половине детских садов округа. Из 12 тысяч дошколят сейчас садики посещают 350 детей. Принимают в группы ребят, чьи родители трудятся на предприятиях непрерывного цикла, в медицине или органах внутренних дел. Родители передают ребенка воспитателям на улице, не заходя в здание. Воспитаннику обязательно измеряют температуру. Риск заражения коронавирусной инфекцией у нас еще очень угрожающий. Особенно тогда, когда большое количество воспитанников будет находиться в учреждении, несмотря на все предпринимаемые меры. Дезинфекция, измерение температуры в течение дня и рекомендация в хорошую погоду находиться на улице – все это выполняется. Но Ольга Дударева, заместитель главы администрации, настойчиво напоминает – сады закрыты, дежурные группы для тех, у кого нет никаких возможностей оставить ребенка дома. Но, к сожалению, есть такие родители. Мама находится в декрете с одним из детей. Говорит, ну а я хочу просто отдать. Такого ребенка мы не примем. Есть очень много обращений. Мама говорит о том, что самозанятая. Ну, мы звоним в межведомственные комиссии, которые у нас есть. Спрашивают, есть ли зарегистрирована мама как самозанятая. Она также не зарегистрирована. Она считается неработающей. Поэтому каждый отдельный случай. Но, повторяю, уважаемые родители, не рискуйте без необходимости отправлять ребенка в дошкольное учреждение. Если такая необходимость существует, то мы обязательно рассмотрим все ваши обращения и примем положительное решение. Каков же алгоритм действий родителей? Сначала устно уведомить заведующую садиком о необходимости отдать ребенка в сад. Заведующая тоже по электронной почте или на другие ресурсы направляет образец заявления с указанием фамилии имени ребенка, группы, место работы родителя и работодателя для взаимодействия. Мы подаем заявку в нашу детскую поликлинику о том, чтобы нам сообщили, имеется ли контакт ребенка, имелся ли заболевшими. В течение двух-трех дней детская поликлиника нам сообщает о контактах этого ребенка вот с такой категорией. Ребенку не надо маме идти в детскую поликлинику, чтобы взять справку. Не надо, я подчеркиваю, представлять справку с места работы родителей, что они вышли. В этот день медицинский работник приходит до школьного учреждения и осматривает ребенка. По словам Ольги Дударевой, на селе спрос на дежурные группы ниже, чем в городах. Старались открыть группы во всех крупных поселениях, но реальность вносит коррективы. В Краснозаводске у нас был один открыт детский сад, но заболели внезапно сотрудники. Поэтому мы диагноз ОРВИ, но мы закрыли эту группу, детей мы не принимаем, будем проводить обработку, будем брать анализы на ковид у тех, кто работал, и мы понимаем, что это риск. Мы таких детей не можем ни в другой сад отправить, потому что они были контактные. Например, на ферме у нас два больших детских сада. В одном из них начался ремонт, мы должны готовиться к новому учебному году по ремонту пищеблока, поэтому эти дети направляются в соседний детский сад. Если вы объективно нуждаетесь в дежурной группе, то начать надо с обращения к заведующей. От момента обращения до поступления в группу пройдет около недели. Группы смешаны от малышей до подготовишек. В привычный график сады войдут, скорее всего, с августа. Во всяком случае, пока называется именно эта ориентировочная дата. Оксана Мирошникова, Евгений Шевченко, программа «События». Продолжение следует...